приветствую вас друзья ну что новый патч выходит 1.18 самый крупный 2020 году в игре world of tanks или уже пора называть эту игру мир танков ведь в это название превратится наш world of tanks совсем скоро уже буквально 31 августа в 3 часа 30 минут по москве начнется обновление и в 10.30 уже завершится и можно будет начинать играть в новый патч так что же нас ждет в этом патче замечательном 118 в игру будут добавлены новые итальянские птс у у них будут барабанные пушки и крепкая лобовая броня поговаривают что теперь кранвагенов будет на каждом уровне по одному ну а на десятом уровне получается 2 сам кранваген и новая итальянская птс к так понерфили кранвагена что их получилось 2 так может только картошка также нас ждет еще новая карта застава честно говоря не самая лучшая или интересная карта из тех которые мы тестировали на разведке боем плюс ее еще переделали визуально полностью и я не удивлюсь если эта карта будет не совсем то которую я тестировал в этом режиме также еще будет ребаланс некоторых веток и принципе помимо веток еще какие-то там танки зацепят и доработали огромный список карт для режима случайные бои еще и внесли изменения в балансировщик для легких танков и арты лучше ли визуал сбитой гусеницы и все это в одном патче опалдеть давайте подробнее поговорим что в нем новая ветка итальянских птс ау в новую ветку войдет 6 танков с 5 по 10 уровень с 7 и по 10 уровень птшки будут оснащены довольно необычной системой магазина заряжания также у всех будут хорошие уэны насколько я помню на нескольких левелах там не будет уэнов но у всех у всех я на стримах начну качать эту ветку и мы посмотрим что вообще за танки на каждом уровне насладимся каждым ведром если какой-то из них нам понравится 7 8 9 или 10 уровень может быть сразу будем 3 отметки набивать посмотрим как он там пойдет следующая ребаланс техники сбалансировали ттх некоторых машин разных наций уровней и типа в том числе двух танков 10 уровня кранваген и амх м4 мл.54 самое смешное что не ветка кранвагена не сам кранваген не является самой сильной веткой в мире не амх м4 мл.54 не сам этот танк не вся его ветка не является самой слабой веткой в игре поскольку самая сильная ветка и танк 10 уровня в игре по статистике эта ветка в 55 а самая слабая это тайп 5 хэви но картошка изменяет баланс вот этих двух веток почти самой сильной ветки ветки кранвагена и почти самой слабой ветки ветки amx m4 мл54 ну почти почти немножко не достали не попали вот в следующий раз года через четыре они точно за баланса то что надо но безусловно эти ветки тоже надо было потрогать базару 0 но вот еще и года через четыре и до тех веток дойдет дело наверно также были скорректированы технические характеристики следующие техники emil 2 amx 65t это 29 м44 твп в эту концепт cs44 и другие повышали или снижали боевую эффективность зависимости от того как эти машины показывали себя в сравнении с другой техникой того же уровня честно говоря нерв кранвагена мне вообще не понравился по нерв фильму максимальную скорость которую он редко когда набирал перезарядку и стабилизацию стабилизация у него и так было отвратительное но зато этот кранваген как вылезал от крепкой башни и некуда было его пробивать кроме лючков это если он их показывал так и некуда будет их пробивать этих кранвагенов и дальше так в чем же нерв только в том что чел который сидит на кранвагене играет ему будет теперь более противно находиться в бою на этом танке классный нерв обалденный но чел который играет против кранвагена он как мучился с пробитием этого танка в некоторых ситуациях так это и продолжится я уже на стрима говорил как бы можно было забалансить этот танк добавив ему еще одну узимую зону под орудием в основании там где на чем орудие крепится чтобы когда кранваген прятал лючки появлялась следующая узимая зона под орудием для того чтобы кранваген не прятал лючки и все и больше ничего не надо было трогать и чел который играет против кранвагена будет знать что его есть куда пробивать и чел который играет на кранвагене не будет мучиться на более всратом танке просто придется показывать лючки в который тяжело и так попасть равно новая карта застава в случайных боях появится новая карта под названием застава живописная летняя локация которая сочетает в себе открыт открытые зеленые зоны с городскими руинами и и оборонительными рвами также впечатляющая крепость выполняющая роль форпоста карта стала победителем первого сезона режима разведка боем и предлагает игрокам яркое визуальное оформление и захватывающий игровой процесс наслаждайтесь видами новой боевой локации да и досконально исследуйте ее для уверенных побед когда первый раз на ней играл она не была живописная она была выполнена чисто из грязюки там все было в грязи и не травы ничего чисто грязь самый качественный визуал для игры world of танцы это вот когда все в грязюке вот это прям для свиняк туда запускай в грязи ковыряться честно говоря мне эта карта не особо нравится поскольку концепция у нее практически схожая со всеми остальными картами которые есть в картошке может быть она немного лучше чем старые всратые недоделанные карты но в целом чего-то нового свежего в ней нет балансные правки карт продолжаем работу над улучшением карт для случайной бою внесли правки в общей сложности на 14 боевых локаций наиболее масштабные изменения коснулись следующих 6 карт берлин химмельсдорф жемчужная река мураванка редшер штиль кроме того мы провели небольшие доработки на 8 других картах это конечно все замечательно но мне еще нравится то что после патча 118 в следующих патчах тоже походу будут перекапывать карты и дальше это очень хорошо поскольку на мой взгляд нужно перекопать все карты поскольку они тупо уже очень сильно устарели и мало того что их перекопают один раз на мой взгляд после перекопки возможно еще надо было бы что-то доработать поскольку вряд ли с первого раза получится идеально но зная картошку после того как они перекопают карты и вода на 3 они точно забудут что у них вообще карты в игре существует и делать ничего не будут это очень плохо надеюсь в этом плане будут какие-то изменения но честно говоря скорее всего будет как обычно изменение балансировщика чтобы улучшить ваш боевой опыт мы решили ввести новые правила подбора легких и колесных танков в боях балансировщик станет строже подходить к распределению легких танков и будет пытаться формировать составы таким образом чтобы в командах было одинаковое количество легких танков в каждом бою честно говоря ни разу не видел чтобы легких танков было неравное количество вообще просто вот в принципе ни одного раза такого не видел вводится ограничение в виде одного колесного танка на команду чтобы осуществить это мы также вводим ограничения не более 1 легкого колесного танка с 7 по 10 уровень на взвод кроме того добавлены важные изменения касающиеся количество сау в боях теперь в большинстве сражений будет от нуля до двух сау в одной команде балансировщик будет стремиться свести количество боев с тремя сау в команде к абсолютному минимуму наконец-то разработчики спустя много лет начали или даже наверное не начали пришли к тому что пора попробовать то что просили сами игроки у них много лет назад они просили не добавлять колесники убрать оглушение и арты поменьше и вот они делают ограничения в количестве одного колесника на команду честно говоря я больше двух колесников и не видел никогда но я видел что lt в принципе очень много когда особенно сам играешь на lt когда играю не на lt их в общем 12 там бывает вообще без lt ну дай бог максимум 3 но если я сам сажусь на lt 8 уровня особенно то их очень часто 234 их постоянно много причем очень много одних и тех же lt колесники и evan 98 левеле а что касаемо арты и и много на определенных уровнях на 6 и на 10 здесь еще есть проблема в том что в принципе на низких левелах люди мало играют ниже 6 левела там вообще ничего нет такое ощущение плюс еще 6 и 10 уровень самые токсичные в плане арты там каждый бой их по три штуки из-за чего не хочется идти ни на 6 левел не на 10 как балансировщик будет справляться с этой задачей не знаю на остальных уровнях ему будет крайне просто выполнить задания собирать бои с артой от нуля до двух штук это вообще легко но что будет шестым и десятым уровнями я не знаю скорее всего там каждый бой будет 2 арты вряд ли балансировщик сможет сделать меньше поскольку ему придется куда-то артоводов девать либо они будут долго сидеть в очереди и за счет этого получится сделать арт в бою от 0 до 2 но если очередей долгих не будет то на шестом и десятом уровне каждый бы будет 2 штуки потому что куда деть этих людей там каждый бой 3 очень редко бывают бои без арты видимо их будет наверное еще меньше я не знаю честно говоря я без понятия куда на этих уровнях деть арту ее надо понерфить чтоб люди просто перестали на ней играть чтобы арты было столько же сколько на остальных уровнях мы конечно попробуем это на стримах посмотреть сколько там арты будет после этого патча но я чет сомневаюсь и балансировщик сделает какое-то там сильно заметное изменение улучшение визуализации сбитых гусеничных лент гусеницы техники теперь будут взаимодействовать с объектами как независимая физическая модель чтобы получить представление о нововведении просто вспомните как выглядит ходовая американских танков йог когда им сбивают гусеничную ленту этот параметр повлияет на производительность ваших устройств поэтому по умолчанию он будет включен только при установленном качестве графики уровня высоко и лучше честно говоря мне это изменение не особо интересно тем более смотря как она еще будет нагружать компьютер если сильно то ну нафиг не надо все выключат и забудут буквально на следующий же день но если она не сильно напрягает то принципе пусть будет честно говоря из визуала еще очень много чего не ввели в игру из того что обещали обвесы на танки которые отлетают чтобы на танки при таранах там и так далее сменались некоторые детали трава от выстрела она вообще горит вроде обещали должна гореть но я не помню чтобы она горела жопа только моя горит каждый бой больше ничего не горит короче обещали там много чего но ничего не добавляют они отказались там от поддержки windows xp кажется и минимальные требования количество оперативки выросла может быть теперь будут что-то добавлять визуал и это типа первый шаг ну посмотрим девятый сезон боевого пропуска на подходе девятый сезон боевого пропуска скоро вернется чтобы обеспечить вас множеством полезных базовых наград и более ценных улучшенных наград после завершения определенных этапов прогрессии вы будете получать жетоны боевого пропуска их можно обменять на различные игровые предметы редкую технику в разделе товары за жетоны во внутриигровом магазине для покупки будет доступно 7 редких машин 9 уровня в том числе cobra и лорейн 50т честно говоря там почти все танки параша за жетоны я бы брал если вы нормальный хороший игрок фейс-1 с турбиной покатать если вы ца картошки то скорее всего вы полюбите шарфутюр который мне не нравится но ца картошки любит на него в кустах 2 выстрела делать и умирать и еще для любителей просрать кучу серебра в каждом бою кобра которую я считаю супер токсичным танком визуально стабилизация у кобры супер плохая но все снаряды летят в середину и этот танк фугасами по 500 там или поскольку имеет пробитие 200 с хвостиком что в принципе даже десятки его зимы зоны пробивает когда между выстрелами полторы секунды ездит он очень быстро танк супер токсичный он сильный его тоже можно взять за жетоны но я честно говоря будучи бы разработчиком я бы лично не вводил бы кобру в игру вот таком виде вот вообще не ходил бы она супер токсичная ну и последняя перенос аккаунта и разделение кластеров в середине сентября каждому игроку борту танц будет предоставлен выбор где он хочет продолжить игру в ру регионе где оперированием занимается леста games в и у регионе где оперированием занимаются wargaming вот в принципе все выбор можно сделать в личном кабинете и вгц принял при этом новое лицензионное соглашение и соответствующие правила обратите внимание перенос аккаунта может занимать от нескольких часов до нескольких дней в некоторых случаях в принципе вот такой вот патч пишите в комментариях что вы про это все думаете согласны ли вы с моими комментариями к некоторым изменениям или нет с вами был варочка играть красиво подписывайтесь обязательно ставьте лайки спасибо огромное если досмотрели видео до самого конца вы молодцы всем удачи и пока